МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Небольшой, но очень заметный пожар на стройплощадке стадиона Волгоград-Арена. Причиной названо нарушение правил при проведении сварочных работ. Управляющая компания ЖЭК отличилась суровым предписанием с запретом пользоваться туалетами жильцам бывшего общежития по улице Люксембург. В администрации Волгограда снова задумались об организации платных парковок. Функции оператора хотят возложить на муниципальное предприятие. Волгоград накрывает волной проблем с аварийным и ветхим жильем. Старые дома в ожидании реконструкции или сноса не выдерживают и начинают рушиться. В срочном порядке решать судьбу аварийного дома номер 44 по улице Панферова в Красноармейском районе приходится властям Волгограда после вчерашнего ЧП с обрушением потолка в единственном подъезде старой двухэтажки. Шум, крик соседей, выбежала на лестничную площадку. Темнота, все, пыль, дым не видно. Я сразу стала звонить на ЖЭК. Еще не сильно поняла, что произошло. Все кричат потолок, потолок. Уже было ожидаемо. У нас ремонт не проводился. Сколько лет я здесь живу. Ремонт не проводился. Никто этим не занимается. То есть люди ходили, знали, что это может быть? Уже в 97 году был такой инцидент. У нас падал потолок, заделали фанерой. Вот опять. В результате обрушения никто не пострадал, но более 40 человек, проживающих в доме, были эвакуированы силами пожарных бригад. Большинство предпочли отправиться к родственникам. Остальных, в том числе несколько детей, разместили в пункте временного пребывания, развернутом на базе школы номер 31. Здесь есть спальные места, все удобства и организовано горячее питание. Сегодня после работ по укреплению конструкций подъезда и очистке лестницы от обломков, жители смогли пройти в квартиры под присмотром спасателей и забрать самое необходимое. По планам на будущее с этим домом, учитывая, что дом был в 2016 году признан аварийным, он, соответственно, у нас стоит в программе расселения. Дом, конечно, не единственный у нас, но сегодня у нас под руководством Нехачева прошел 8.00 оперативный штаб. Жителям на данный момент, не имея инструментального решения, дополнительно будет ли дом подвергнут обрушению, имеет склонность, либо не имеет, однозначно будут предложены помещения муниципального маневренного фонда и свободные муниципальные квартиры для размещения до момента расселения из аварийного жилья. Дом номер 44 по улице Панферова был построен в 1954 году и хотя признан многоквартирным, по сути является коммуналкой. Здесь нет горячего водоснабжения, общие кухни и туалеты. По словам жителей, городская управляющая компания, за которой закреплен дом, никакой заботы о здании не проявляла. На сегодняшний день количество подобных домов, подлежащих сносу или реконструкции, в Волгограде превышает четыре сотни. Жителям еще одного проблемного, но не признанного аварийным дома в Кировском районе по улице Розы и Люксембург, управляющая компания запретила пользоваться санузлами из-за возможного обрушения фасадной стены здания. Когда-то многоквартирный дом номер 1А был общежитием завода «Химпром», здание ветшает на глазах, и вот дошло до того, что людям предлагают обходиться без туалетов. Соответствующее предписание жителям вручили представители компании «ЖЭК». В течение 10 дней, если мы сами это все не уберем, это все придут, опечатают, уберут, да, машинки стиральные, душевые комнаты, и как нам дальше жить, делать детей, купать. Муниципалитет Волгограда перевел наше общежитие в многоквартирный дом, но для того, чтобы это соответствовало стандартам многоквартирного дома, ничего не было сделано. Вот это вот последствия. Обрушиваются стены, перекрытие межэтажное, мокнуто, обрушается, и куда мы не обратились, нас все по кругу футболят. Этой весной при участии инспекции госжилнадзора Волгоградской области здесь провели комиссионное обследование. Позднее управляющей организации ООО «ЖЭК» было выдано предписание в срок до 1 июля этого года восстановить поврежденные участки наружных стен и провести необходимый ремонт. До окончания срока выполнения предписания осталось две недели, и все, на что хватило управляющей компании – это выдать запрет на пользование туалетами. «Высота-102» будет следить за ситуацией. Вопрос о переселении людей из аварийного жилья стал одним из тех, что жители Волгограда хотели бы задать президенту России во время прямой линии 15 июня. Что еще волнует горожан, и с чем бы они обратились к главе государства, у волгоградцев в ходе опроса на улицах узнала «Высота-102». У меня стажа 44 года, и минималку только я заработала. Я справедливость. Если я всю жизнь проработала в бюджетной основе, значит, пенсия должна маленькая быть. Вопрос про недостроенные дома парка европейского, потому что мы пострадавшие, дольщики обманутые, мы одни из более чем полутора тысяч человек. Мы хотели бы узнать, сможет ли нам Владимир Владимирович помочь в данной ситуации. Когда у нас будут медсестры, врачи, простые люди, получают нормальные деньги, чтобы был уровень жизни нормальный. У нас коммунальные услуги приходят около 6-7 тысяч рублей, а зарплата около 15 тысяч. Подробно о вопросах жителей Волгограда президенту на высоте 102. Сегодня ранним утром в объективы камер телефонов некоторых жителей Волгограда попала картина задымления в районе нового футбольного стадиона, где ведется круглосуточное строительство. Выяснилось, что пожар произошел в отдельно стоящем здании. На площади около 20 квадратных метров горел утеплитель. С момента принятия вызова на пульт диспетчера до полной ликвидации возгорания у пожарных ушло 13 минут. Никто не пострадал. Причина пожара, по данным МЧС, нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Несмотря на ЧП, работы на стройплощадке стадиона Волгоград-арена не прекращались. Очередной проект организации платных парковок разработан в администрации Волгограда и направлен на согласование в региональный профильный комитет. По планам мэрии, городская дума должна рассмотреть проект решения уже в осеннюю сессию. Согласно представленной концепции, функции оператора платных парковок должно выполнять муниципальное предприятие. Это уже не первая попытка внедрить в Волгограде систему платных автостоянок. В 2015 году в Волгоградскую гордуму уже вносился проект решения об организации парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Взимать деньги с автолюбителей власти планировали с 1 января 2016 года. В центре за час стоянки предлагалось взимать с автолюбителей 50 рублей. В Дзержинском и Ворошиловском районах по 30. На этом все. До свидания.